Привет всем! И сегодня мы снова говорим о... Да-да-да, мы снова говорим о пенисе. И сегодня монолог пойдёт о загибах пениса. Что лучше? Прямой? Выгнутой? Вогнутой? Или с поворотом влево? Или вкрало? И да-да, левый и правый может быть абсолютно разным и прибудным. Мы сейчас с вами будем говорить всё-таки больше про естественные загибы пениса и как они влияют на женское удовольствие. Итак, какие же эрогенные зоны существуют у нас и у женщин во влагалище? Согласно китайских трактатов даотского практика Ман Тэк Че, во влагалище находится триэрогенные зоны. И наиболее известная из них точка G. Она находится по передней линии влагалища на глубине полтора-две фаланги от входа во влагалище. Соответственно, вы погружаете палец на где-то вот такую собственно глубину. Лучшим всего она стимулируется путём проникновения двух пальцев во влагалище и вот таких собственно движений немного на себя. И, конечно, с точки зрения стимуляции точки G пениса, наиболее оптимальный будет прямой пенис. Вы можете регулировать это собственно углом, а также если у вас край головки, да, вот, ну, хорошо оформленный, как, например, здесь, вы также можете даже при прямом проникновении достаточно хорошо стимулировать мягко и нежно прикасаться к точке G и вызывать дополнительное возбуждение. Очень хорошо для стимуляции точки G подходит вот такой изгиб. И тогда, в принципе, поза, даже если вы там, да, выбираете, например, миссионерскую позицию, мужчина сверху, точка G, то есть при входе во влагалище будет с таким изгибом достаточно хорошо всегда стимулировать. И такой изгиб пениса вполне себе может доставлять удовольствие, даже при миссионерской позиции очень хорошо стимулируется точка G. Такой изгиб пениса, как вы понимаете, если он выгнут, а точка G находится, например, здесь при глубоком проникновении, она, и мы говорим по-прежнему, кроме миссионерскую позицию, да, или даже, например, поза, когда женщина садится сверху на мужчину, то есть точка G при таком загибе стимулируется не очень активно, в этой связи вам помогут неглубокие проникновения, то есть буквально оставаться при входе во влагалище, а также вам подойдут разные, например, перевернутые позы, когда женщина сядет к вам спиной, соответственно, и у вас будет возможность какого-то стимулировать точку G. Различные загибы влево и вправо. Все зависит, опять-таки, да, при загибе влево и вправо стимулируется ли точка G или нет, зависит от того, как ведет ваш пенис себя в этой части. И, опять-таки, такие загибы тоже можно достаточно легко использовать, свое и женское удовольствие, изменяя позу женщины и изменяя там свое положение относительно позы женщины, и удовольствие вам будет гарантировано. Теперь, собственно, о других эрогенных зонах. Еще одна точка, ее называют точка К, она находится на задней стенке влагалища, на задней стенке влагалища, да, именно вот где-то, вот, собственно, вот здесь. Также на глубине полтора-две фаланки от входа во влагалище. Считается, что она расположена где-то напротив точки G. Посмотрите, пожалуйста, картинку наглядную, вам будет легче наверняка там с ней разобраться. И для стимуляции точки К подойдут, в принципе, также, да, собственно, и прямой пенис. Здесь, если мы говорим про миссионерскую позицию, смотрите, насколько у вас там хорошо будет очерчена головка. Возможно, вам тогда проще будет сменить позу, чтобы вы могли также, да, там проникая. Также вот здесь как раз, да, вот такой угол, а мы говорим про точку К, вот такой угол не очень хорошо ее стимулирует. Если же мы говорим про вот такой загиб, то точка К достаточно хорошо будет стимулироваться. Также загибы влево и вправо прекрасно могут простимулировать любую точку, если вы правильно подберете позу. И еще одна эрогенная зона, точка А, она находится на излете во влагалище, буквально излете во влагалище, где-то вот здесь, буквально при входе в шейку матки, то есть очень близко с шейкой матки. На передней стенке влагалища, то есть если представим, что это влагалище, то это вот где-то здесь в глубине, на передней стенке влагалища, буквально где-то перед шейкой матки. И самое лучшее, конечно, загиб пениса для ее стимуляции в миссионерской, например, позиции или лицом к лицу, в любых других позах. Это, конечно же, вот такое. То есть тогда головка пениса при глубоком проникновении будет достаточно хорошо ударяться в эту точку А и ее стимулировать. Такой загиб тоже прекрасно подойдет. Меняйте позицию, соответственно, пусть женщина будет к вам в спину, и вы прекрасно также простимулируете ее точку А. Загибы влево и вправо, как я уже говорила, тоже прекрасно. Собственно, подбором поз помогает выйти на стимуляцию той или иной зоны. И вместе с тем забудьте все то, что я вам только что рассказала. Почему? Потому что загиб пениса, по сути, не имеет никакого значения и не влияет тотально на женское удовольствие. Во-первых, как вы уже поняли, все можно легко. Любой загиб пениса можно легко компенсировать путем подбора поз и изменения угла проникновения пениса, изменения глубины проникновения пениса. Во-вторых, очень шикарный женский загиб пениса компенсируется и усиливается стимуляция любой эрогенной зоны в облагалище путем тренировки женщины своих интимных мышц. То есть, чем плотнее женщина обжимает пенис своего партнера, тем эффективнее, да, тем больше, быстрее она возбуждается, быстрее доходит до оргазма и более эффективнее становится любой половак, в любом загибе. Или это, может быть, все вообще не имеет никакого значения, просто потому что женщина анаргазмична в принципе. И препятствием на получение оргазма и мультиоргазма у нее являются уже те установки, которые она усвоила, например, с детства в оргазме. Например, самый главный миф, который усваивает женщина, это о том, что с женского удовольствия оргазм зависит на 100% от мужчин. Нет, 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 дорогие мои, на 80% способности женщины испытывать оргазм зависит только от нас самих. Хотите узнать как? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, собственно, и приходите ко мне на индивидуальные консультации. Будем подробно разбираться в причинах вашей анаргазмеи. А вы, дорогие мужчины, учитесь просто изучать особенности вашей женщины, почаще задавайте ей вопросы, что ей нравится, что ей не нравится, и забудьте о том, какой у вас угол, загиб и насколько он вообще имеет значение.